Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Давайте снова вернемся на финансовый рынок и посмотрим, что интересного произошло за прошлые торговые сутки, к каким движениям, собственно, привели те события и новостной фон, который сложился, что произошло с долларом, что произошло с евро, с нефтью, ну, в общем, с классическим набором, таким инструментарием рынка Форекс, товарного сырья, на которое мы делаем каждодневную ставку. Позитивный момент, который стоит отметить, безусловно, то, что на рынке, который вроде бы как и не блещет статистическими отчетами, хватает таких локальных зарядов, которые провоцируют серьезные движения и волатильности. Если посмотрим на классические, не очень подвижные валюты пары доллар-японская иена, то вчера движение было существенным. Это потери американцев, даже вопреки тому фундаменту, который осложился, тем посылкам и основаниям для роста, потери, которые превысили одну фигуру. Сегодня я предлагаю несколько деталей разобрать новостную картину по доллару, потому что именно она является сейчас основной для всего рынка, и именно она определяет и генерирует определенный настрой. В частности, если сейчас пока что очень сильно не отходить от американца, на рынке сложилось два фона, два события, которые могут быть, собственно, вот этим основным катализатором тех движений, которые мы видим. С одной стороны, позиция решения, либо фактические действия, так скажем, со стороны Банка Японии о сокращении количества покупаемых государственных облигаций, это тоже вопреки сложившемуся механизму, к которому мы привыкли. Ну и еще одна идея, она связана уже с экономикой Поднебесной, якобы в том, что они всерьез выпускают возможности резкого сокращения, либо отказа от покупки государственных облигаций, казначейских бумаг. Причем, друзья, если мы будем разбирать этот новостной фонд, наверное, какой бы источник вы ни посмотрели, все тут же скажут, что основная причина вчерашних распродаж долларов, это как раз новостный фонд, касающийся облигаций. У меня немножко другая позиция, и я попробую вам чуть-чуть, скажем, объяснить, с чем связано мое решение того, что не этот новостный фонд стал основной причиной тех распродаж доллара, которые мы видели. В целом, если коснуться общей динамики на рынке Форекс, мы видели очень сильные движения вчера по паре доллар-японская иена и доллар-канадец. Но если сравнивать все прочие рисковые инструменты по позициям от текущей котировки с теми котировками, с которыми мы работали на вчерашней, в принципе, азиатской торговой сессии, то отличия не такие уж и существенные. Ну, в частности, вот мы говорили день назад про котировки евро-доллара на отметке 1,1945. Сейчас на несколько пунктов пара держится выше. Был локальный экстремум в районе 1,20 с небольшим, но очень быстро, как я и говорил, порог боли заставил трейдеров, а может быть, заставил Европейского центрального банка через какие-то действия убедить все-таки участников рынка в том, что евро нужно немного притопить. Фунт 1,3534 у нас был день назад, сейчас котировки 1,35. Австралиец, диапазон, скажем, отличия по ценам в несколько пунктов, так же, как и по новозеландцу, но это все укладывается в нормальную динамику валютных инструментов в рамках торговой сессии. Вы сейчас поймете, к чему я клоню. К тому, что доллар очень сильно потерял, по сути, только против японской валюты. И с чем это связано, собственно, я в двух словах вам вчера говорил, но сегодня поговорим подробно. Сначала я предлагаю, как и всегда, разобрать ситуацию на рынке нефти, разобрать ее в таком экспресс случае, потому что особо ничего нового не произошло. Рынок по-прежнему не хочет продавать нефть, но никак, ни в какую. И появляются новые отчеты, которые убеждают трейдеров в том, что не нужно отказываться от этой позиции. Длинные участники даже не фиксируют те ланги, которые открывались ранее, несмотря на то, что мы тощимся уже на очень высоких ценовых значениях. Мы находимся в позиции даже не какого-то длительного совокупного накопления, мы находимся в самой настоящей бойлерной сейчас по этому инструменту. Перекупленность очевидна. Я думаю, что какие контракты бы вы не анализировали, любой из бирж вы поймете то, что, так же, как и в рамках американского фондового рынка, сейчас все ставят на рост нефтянки, потому что считают, что тот новостной фонд, который сложился, он создает крайне хорошие условия для того, чтобы этот актив рос, рос и рос, и обновлялся новые, новые максимумы. 69.10 – это закрытие вчерашней торговой сессии. 69.08 – если мы увидим в ближайшее время котировки Brent в районе 69.50 и чуть повыше этого значения, то можно будет говорить уже о максимумах аж с 2014 года. Трейдеры продолжают отыгрывать статистику по запасам. Новостной фонд, связанный с РАНом, статистику по количеству нефтяных терминалов. До этого, до вчерашнего отчета от Администрации нафтической информации, у нас был тренд своего рода, сложившийся из 7 недель снижения запасов подряд. За день до, собственно, вчерашней статистики, Американский институт нефти сообщил о том, что запасы снизились на 11 миллионов. Трейдеры начали закладываться под то, что и официальное ведомство тоже сообщило о схожих показателях. И, в принципе, ожидания были оправлены, потому что запасы снизились. Ну, хоть не так круто, как по оценке американского института нефти, но минус 4.9 миллиона – это больше. Поэтому запасы снижаются восьмую неделю подряд. Я думаю, что, друзья, если вы интересуетесь нефтянкой, вы наверняка помните мою позицию относительно того, что почему запасы сейчас снижаются. Это не какой-то нонс, не какой-то парадокс, и уж тем более не значимый повод, из-за которого нефтянку стоит откупать. Количество нефтяных терминалов у нас, собственно, завтра новая статистика. Посмотрим, как обстоят дела за минувшую неделю с количеством платформ. Ну, судя по тому, друзья, что вчера у нас для меня была крайне удивительная оценка текущих объемов добычи нефти США, она, безусловно, вчера стала причиной роста цен на нефть. Это статистика по объему добычи за минувшую неделю. Так вот, производство нефти сократилось на 290 тысяч до 949. Это настолько, скажем, серьезный спад, что, пожалуй, когда мы с вами говорили про ураганы Ирма и Харви, это было не так уже давно, друзья. При всех рисках, которые были для нефтяной инфраструктуры, в конечном счете, даже когда обрушился ураган, спад производства был не таким существенным. Я склонен все-таки предположить, что это разовая статистика, которая является отражением каких-то бурных праздников и выходных, когда американские нефтяники, ну, в прямом смысле, просто поставили на охот и режим такого непродолжительного ожидания всю рабочую инфраструктуру, что в конечном счете не сказалось не только на приросте добычи нефти, но и даже потому, что производство резко снизилось. Если мое предположение субъективно будет верным, то, друзья, уже на следующей неделе мы будем работать совершенно другими цифрами. И давайте дождемся следующей среды, посмотрим за объемами добычи уже, получается, на этой неделе. Я надеюсь, что работа уже возобновлена, и если расчеты будут оправданы, то статистика у нас будет уже со знаком плюс. Пока что трейдеры обратили внимание, ну, я признаю то, что на такие цифры нельзя было не обратить внимания. Но согласитесь, то, что рост в рамках торговой сессии был не таким существенным, как мог бы быть. Поэтому я допускаю, что все-таки трейдеры с некоторым скепсом смотрят на эти цифры, потому что понимают, что это разовое проявление вот такой вот, казалось бы, оптимистичной статистики для покупателей нефти. Ну и также администрация аналитической информации за день, собственно, до вчерашней торговой сессии, в октябре представила доклад по прогнозу на цены, прогнозу объема добычи. Я повторяться не буду. Думаю, что если вам это интересно, посмотрите вчерашний брифинг. Я делаю на это большой акцент. Друзья, мне хочется, конечно же, безусловно, сказать вам, что вот такой-то, такой-то уровень – это прекрасное значение для того, чтобы продать нефть. Но вы видите то, что рынок пока что не очень-то перекладывает ответственность, скажем, на продавцов за то, что будет с этой инфраструктурой дальше. Мы видим то, что пока что покупатели доминируют. И даже мне при уже довольно солидном минусе на собственном депозите сейчас приходится мириться с этой ситуацией. И не то, чтобы я предвзято отношусь к нефтянке, я просто знаю, что разворот произойдет. Не потому, что мне хотелось бы вывести свой депозит и свои сделки по этому антиоклюзму, потому что здравая оценка, опять же, того способа предложений и в целом всего фундамента по нефтянке не позволяет мне, тем более сейчас, поставить на то, что рост этого инструмента продолжится. Рубль 57 у нас – небольшая сейчас проторговка на минусовой территории, которая идет по нефтянке, позволила немного окрепности американцу. 57 – это, конечно же, тоже довольно скромный для нас, привыкших видеть рубль в районе 58-59. Но давайте ждать все-таки вот этих распродаж, когда совокупный лонг не взял и схлопнется. И это может стать причиной уже возобновления растущего тренда по паре доллар-рубль. Теперь подробнее давайте поговорим про пару доллар-японский иен. Еще раз отмечу, друзья, то, что на рынке сложилось два основных катализатора движения американской валюты против иены. Это, собственно, новостной фонд, который связан с решением. Будем говорить, что это решение есть, хотя оно еще не подтверждено, что Китай будет сокращать приобретение объема покупки казначейских облигаций. Вот разбирая эту ситуацию, с чем может быть связано это решение? Ну, учитывая то, что Китай – это основной, как вы помните, кредитор США по Америке, портфель уже составляет даже 1,2 или 1,3 триллиона долларов. Это в 10 раз больше, чем у той же самой России, или можно даже в 11 или в 12, ну, точно больше 10. Конечно же, будучи основным кредитором, рано или поздно возникает необходимость, собственно, ребалансировки портфеля и оценки его эффективности. Если делаются такие заявления о том, что прекращается приобретение тех или иных инструментов, значит, в них особого будущего нет, или, по крайней мере, привлекательность этих активов снижается. Второй момент, почему Китай позволил себе сделать эти заявления, вероятно, они связаны с определенными несостыковками и недопониманиями, а может быть, даже и настоящей, накрывающей конфронтацией в вопросах торговой сферы. Многие растут еще от выборной кампании Трампа. Кстати, мы их пережили вместе с Трампом в 2017 год, и на протяжении всего 2017 года, казалось бы, тогда, когда обещания Трампа были гораздо свежее, чем сейчас, то есть мы еще в 2017 году искренне верили в то, что Трамп будет реформировать экономику быстрее, нежели чем оказалось на самом деле. И тогда Трамп говорил, что одно из его первых решений будет сделать все возможное в плане условий на рынке стопа, сократить дефицит торгового баланса. Ну, то есть, проводя оценку того самого 2016 года, действительно, импорт, опять же, китайских товаров США примерно составил около, на сумму эквивалент, 500 миллиардов долларов, 460-470, а вот экспорт чуть больше 150, ну, серьезное расхождение. И тогда, вы помните, Трамп позволил себе сделать острые заявления о том, что он обязательно улечит Китай, потому что они манипулируют курсом, создавая искусственные преимущества для национальных производителей. Сейчас к этой теме почему-то вернулись ни с того ни сего, даже появились сообщения о том, что первые торговые барьеры, рестрикции в адрес Китая со стороны США будут введены уже в феврале, в марте, но это тоже еще не подтвержденная информация. И так ли оно на самом деле, это тоже огромный вопрос. Возвращаясь к все-таки тому новостному фону, который сложился, покупки облигаций сокращаются. Значит, в игру должен был вмешаться в моменте, скажем, такой фактор стабилизатора. То есть, если что-то на рынке происходит, то есть снижается интерес к какому инструменту, появляются спекулятивные механизмы повышения его привлекательности. В данном случае, если мы говорим об облигациях, вы знаете, у них два параметра. Это цена и доходности. Если спрос на эти бумаги, собственно, повышается, мы видим, как снижается, собственно, их доходность и повышается цена. Ну и, соответственно, наоборот. Если мы оцениваем то, что происходило с американскими облигациями, нашими привычными десятилетками, на которые мы обычно обращаем внимание, по доходности, то мы видели показатели 2,59. И, кстати, очень многие именитые аналитики уже отметили, что как только трежницы преодолели сопротивление 2,5 по доходности, началась новая эра, новая база восстановления роста и трендовая динамика, которая будет тащить доходность американских облигаций все выше и выше. То есть вчера, когда мы работали с новостным фоном, который все называли причиной действия Китая в адресах американских облигаций, причиной обвала доллара, мы видели параллельное укрепление и рост показателей доходности этих облигаций. Но, друзья, вы ведь все знаете, что если растут доходности трежерис, параллельно идет укрепление курса национальной валюты. Вчера этого не наблюдалось, хотя доллар вчера особенно против, если не брать расчет канадца и японскую валюту, особо интересное движение и не показал. Поэтому я позволяю себе сделать вывод о том, что все-таки на те настроения, которые привели к обвалу доллара и иены вчера, большее влияние оказали цифры, которые были представлены банком Японии по программе количественного смягчения. И это заставило трейдеров решить, что, возможно, банк Японии будет постепенно отказываться от той мягкой экономической политики, которую мы с вами привыкли. Как дело будет обстоит дальше по паре доллар-японская? Ну, поскольку я верю, что все-таки банк Японии наверстает объем покупки облигаций, я верю, соответственно, и в то, что вряд ли снижение доллар-японской иены может быть продолжено дальше. Это мое субъективное видение, потому что, ну, я так оцениваю фундамент. И, соответственно, друзья, те, кто находится в длинных позициях, как и я, я могу лишь пожелать вам терпения и все-таки быть также привержены тому фундаменту, который вы оцените, того фундамента, который вы проводите, потому что, ну, было бы очень интересно, конечно же, сейчас пообщаться с человеком, который назвал бы хотя бы несколько причин, из-за которых доллар должен слабеть. И было бы интересно не просто услышать перебор этих причин, если вообще это возможно, а то, как будет аргументироваться позиция, что эти самые причины должны пересилить по факту серьезнейшей фундаментальной поддержки налоговую реформу, тренд уже продолжающийся и развивающийся повышение процентной ставки и сильных макроэкономических данных. Это давайте оставим все-таки в плоскости другого измерения. Нам не нужны эти контраргументы, потому что, я думаю, они, в принципе, априори будут несостоятельными. Фунт против доллара. Динамика держится в прежнем ключе. 1,35 у нас котировки. Сейчас мы ждем пару в районе 1,37. Помимо тех факторов, которые я уже отмечал, как те, которые могут привести к росту британца, поддерживает нас статистика данные по промышленному производству. Вчера в месячном выражении 0,4% против прошлого роста на 0,2%. Ждем все-таки возобновления переговора по Брэкзит и помним, что Брэкзит и то, как ведутся переговоры между Терезой, мы и целым Европейским Союзом, это куда более крутой катаризатор для британца. Ждем роста, как я уже отметил, минимум, примерно 1,37. Доллар-канадец. Еще одна валютная пара, которая вчера поразила своей волатильностью. Не то, чтобы поразила, мы периодически видим такие движения, но среди прочих смотрелось довольно интересно. Доллар-канадец неплохо подрос. Сейчас котировки 1,2555 практически с вчерашних уровней. Плюс 100 пунктов мы с вами сделали. Рассчитывали мы на рост. Ждем пару гораздо больше текущих значений, потому что ждем, когда все-таки доллар станет на ноги, когда начнет корректироваться нефтя. Почему вчера доллар все-таки против канадца вырос? Здесь, так же, как и в паре с долларом японской иеной, основной двигатель динамики заключался не в американце. Это еще одно доказательство, друзья, от того, что на рынке вчера все-таки основным был фон. Не тот, который сейчас все обсуждают касательно действия Китая в адрес-аблигации. По Канаде также в новости это в СМИ буквально вчера снова появились разговоры о том, что Трамп чуть ли не в ближайшей неделе может сделать заявление о пристановке действия Североамериканского торгового альянса под названием НАТО, куда входит Мексика, Канада и Соединенные Штаты Америки. Если вы сомневаетесь в том, что этот фонд стал причиной той динамики, которую мы видели, посмотрите, что произошло в паре доллар-мексиканская пьеса, и вы поймете, что это действительно он. Все в соответствии с нашим раскладом мы допускали риск возвращения к теме НАТО, и вот он во всей красе себя проявил. Также, друзья, хочу отметить еще про американские фонды рынка, пару слов, который растет. Все три бенчмаркета, S&P, Dow и Nasdaq обновляют рекордный максимум, вроде бы как разразил вчера коррекции, но все равно американскую фонду сейчас снова выкупают. Я хочу обратить ваше внимание, друзья, на очень серьезный, на мой взгляд, аргумент, который, опять же, позволяет нам сделать большую ставку на общее позиционирование, общее настроение рынка, которое исключительно оптимистично. Все верят в то, что рынок будет расти, несмотря ни на что, и это, возможно, за лот надзревающей коррекции. В последний раз похожая ситуация была в 2010 году, когда прогнозы роста аналитиков пересматривали в сторону повышения, существенное расхождение между прогнозами в лонг, прогнозами от селл, тоже не просто существенное, а какое-то астрономическое. То есть такого оптимизма на рынке быть не может, но он был и тогда. Мы по S&P наблюдали тоже похожую ситуацию. За три месяца активизм сделал больше 10%, потом разорвалась коррекция на 15-20%. Такая же ситуация, друзья, прямо сейчас происходит то же самое. Не факт, что мы увидим снижение на 15-20%, может быть, снижение будет даже больше, но я думаю, что коррекция, она действительно уже не за горами, и рыночное настроение позволяет нам об этом говорить. Напоминаю, друзья, то, что уже практически через несколько часов стартует новый сезон квартальных отчетов. Начинает рассчитываться банковский сектор, и я думаю, что именно текущий сезон квартальных отчетов и ошибка многих трейдеров, которые заранее закладываются под чрезмерный оптимизм под этот сезон, она в конечном счете будет дорого стоить, потому что этот сезон может очень сильно испортить настроение и в конечном счете толкнуть вот эту коррекционную динамику, на которую мы настраиваемся. Я жду снижения, друзья, уже занял короткую позицию, можете поискать уровни лично, те, которые подходят вам, не знаю, на что способны ваши депозиты в случае, если движение пойдет в другую сторону, но к этим уровням и к такой динамике нужно готовиться, ну вот, вот, друзья. Я думаю, что она действительно произойдет в ближайшее время. Из важных отчетов сегодня индекс цен производителей по штатам, статистика, которая готовит нас к завтрашнему релизу по инфляции, ну, соответственно, завтра с утра поговорим про индекс цен производителей и про то, какие настроения будут в преддверии выхода отчета по ручной продаже и инфляции. И еще первичная заявка на пособие по безработице, классика для четверга. Смотрим за теми отчетами, которые будут опубликованы и ждем все-таки, уже не опираясь даже на эти цифры, а на то, что уже фонд сложился в пользу доллара, ждем, когда же американец покажет эту тенденцию, на которую можно настраиваться будущих фундаменталистов. Друзья, большое всем спасибо, кто присоединился в прямом эфире к сегодняшнему брифингу. Напоминаю, что проходят брифинги каждый день в 9.30 по московскому времени. Увидимся завтра, пятницу, перед выходными. Если нет возможности присутствовать в прямом эфире через перископ, через приложение, которое вы можете установить на ваших телефонах, тогда заходите на канал на YouTube Markets, там есть секция видеобрифинги и смотрите уже в записи сразу же, как только она будет готова. Как правило, ролики мы выкладываем в течение 15-20 минут после того, как он завершается. То есть, в целом, информация будет актуальна. Еще раз благодарю всех, кто присоединился. Хорошей вам торговой сессии. Всего доброго. До свидания.